и также участники проекта «Браво» на Zoom, который работает 24 часа на 7. Сегодня у нас наша Светлана Лаврова снова с нами в гостях. Мы приветствуем её. У неё будет интересная тема, сказка с вашим концом сегодня. Как вы уже все знаете, наша Светлана, у неё есть школа автономии, у неё есть канал психологии, она проводит разные марафоны, ретриты. Все ссылочки находятся под видео на YouTube. Доброго вечера, наши зрители и слушатели канала «Автопол Стар». И также участники Zoom проекта «Браво», который работает 24 часа на 7. Сегодня у нас в гостях Светлана Лаврова с темой «Сказка с вашим концом». Как вы уже все знаете, Светлана имеет свою школу автономии. Она у нас автоном, с большим стажем. Также у неё есть канал психологии, и она проводит разные марафоны, ретриты. Вам слово, Светлана. Светлана, вы с нами. Включайте микрофон. Добрый вечер. Приятно вновь быть на вашем канале. Да, и сегодня тема... Слышно меня, да? Да, слышно. Да, по сегодняшней теме, как только выставили заставку, конечно же, очень много было вопросов, очень много было рассуждений. И рассуждения, естественно, были такие, что как так можно? Как можно про это говорить? Как можно делать такие названия? Что это за подтекст? Что это за палец? Красный ноготь? И всего-всего. И когда ты смотришь на такие вещи, ты понимаешь, что люди, которые это пишут, настолько погрязли в чужой жизни, что не хотят обращать своё внимание на свою жизнь. То есть это же очень хорошо, очень удобно кого-то осудить, кому-то что-то сказать, кому-то что-то подсказать, намекнуть, сказать, что так некрасиво, так неправильно. То есть у каждого же, наверное, где-то есть там настольная книга с правилами, как нужно, а как не нужно. Как должен выглядеть такой-то человек, как должен говорить такой-то человек, как должен мыслить, что он должен чувствовать. И эти моменты все, они настолько явно проявлены именно у тех людей, которые не готовы идти в глубину самого себя. Ведь мы можем обратить внимание на кого-либо другого только в том случае, когда нам больно раскрывать себя. Но раскрывать себя, почему очень многие не идут на раскрытие, то есть бывают такие моменты, они же все лежат на поверхности. У меня сегодня была консультация с девочкой, и у неё был определённый момент, который она не могла решить достаточно продолжительное количество времени. И когда она мне рассказала эту ситуацию, ну в двух словах, я ей показала тот путь, который лежал на поверхности. Это заняло у нас ровно семь минут. И когда у неё пошли инсайты, она говорит, а почему я не смотрела в эту сторону, почему я не видела? И очень много моментов как раз в этом и отражается, что мы не видим многие моменты из нашей жизни не потому, что мы глупые, не потому, что мы не хотим идти в самого себя, а потому, что мы не умеем смотреть с определённого ракурса, и мы начинаем утопать в своей боли. Очень многие не могут жить без боли. Они себе придумывают какие-то нелепые ситуации, они себе придумывают то, как о них подумает или воспримет тот или иной человек, как они будут выглядеть в глазах кого-то. А если они это скажут, то они будут выглядеть как просветлёнными или пробуждёнными. А если они так оденутся, то они будут выглядеть как защитники животных, ещё кто-то. И всё время идёт ориентир на социальные установки, и при этом очень часто люди говорят, что это не про меня, я весь такой свободный, я весь в себе, и поэтому мне это неинтересно, мне это не нужно. Но если ты начинаешь смотреть вглубь этого всего, то ты понимаешь, что он живёт ровно по тем установкам, которые создал социум некоторое время назад, достаточно продолжительное. И как раз в клубе, в моём закрытом клубе, мы с ребятами обсуждали такую тему, которую нельзя обсуждать здесь. Это про вирусы, про прививки. И я там рассказала им вот эту цепочку, когда зарождалось, какой вирус, какие прививки, когда зарождалось и почему некоторые люди от этого так просто умирают. Умираем же мы не от болезней, а умираем от того, что мы принимаем на себя из социального мира, в том числе и установки, установки, которые закладывают в нас на уровне наших внутренних органов. И когда мы это узнаём, когда для нас это становится не чем-то там заоблачным, когда мы умеем смотреть ещё и в эту сторону, то многие вопросы у нас просто отваливаются, многие заболевания отваливаются, многие установки отваливаются, не потому что вы стали какими-то ещё более начитанными, а потому что вы ещё и с этой стороны умеете заглянуть в самого себя. И это очень важно. И на сегодняшний день вот это вот название «Сказка с твоим концом» можете его интерпретировать, как хотите, но это факт. Это факт того, что существует действительно в жизни каждого из вас. То, что вы делаете сейчас, это ровным счётом вас выбрасывает в следующее состояние сейчас. И если вы готовитесь, то есть вы всегда готовитесь к какому-то определённому концу, только тогда, неважно, это конец жизни, конец какого-то пути, конец какого-то проекта, этот конец, он будет однозначно, но только в том случае, когда он близок. То есть вы проецируете всегда определённое состояние себя в этом конце. То есть почему люди умирают, почему люди стареют, почему люди уходят из этого мира, из этого физического тела. И ведь уже и учёными доказано, и многими людьми показано, что тело может не стареть. У нас есть определённые заводики, я их так называю, заводики по перевыпуску, постоянному перевыпуску, безлимитному клеток. И об этом я тоже говорила, по-моему, либо в марафоне в каком-то, либо в закрытом клубе, не буду сейчас повторяться. И как раз когда вот эти заводики, они работают на нас, то они могут работать безгранично. Мы можем быть в том, либо в ином состоянии, даже хотя бы состоянии своего физического тела, столько, сколько мы себе готовы это позволить. Потому как избавиться от социальных программ, от них на самом деле очень-очень непросто. От них избавиться очень непросто, потому что мы в этом живём. И когда мне люди задают вопрос, а как уйти на неедение? И начинаешь им говорить, а ты готов всю свою жизнь, вот вообще всю свою жизнь, вот в ноль, просто в ноль, чтобы остаться абсолютно сам собой. И когда люди не понимают, про что они говорят, про что я говорю, то они говорят, да, я согласен. Но на первых же трудных каких-то вещах, сложных, сложных восприятий, сложных в физическом плане, они, конечно же, уходят назад. Уходят назад на какой-то период, кто-то совсем возвращается в обычную свою жизнь. А люди, которые понимают, о чём я говорю, то они тоже задумываются. Задумываются почему? Задумываются потому, что у нас вся наша жизнь на сегодняшний день, она завязана на еду. То есть мы сначала думаем, как заработать, как заобработать на определённую еду, как её приготовить, как её съесть, как её выкакать. И всё у нас начинается по кругу. У нас даже любые мероприятия, это сейчас только начали мероприятия проходить в каких-то студиях, где кафе идёт отдельно. А вы вспомните ещё некоторое время назад, что все вот эти вот какие-то маленькие встречи, где друг с другом знакомятся, они чаще всего проводились в кафе. Если мы с кем-то встречаемся, то чаще всего встречи происходят тоже там, где есть еда. И почему я сейчас говорю о еде? Не потому, что у нас тема еды, а потому, что на сегодняшний день вот эти вот социальные программы, которые вложены в нас, они вложены в нас очень глубоко, они вложены в нас с едой, они вложены в нас в 100% нас, в нашей жизни, которую мы живём. И чтобы переформатировать своё существование, ты должен не просто обнулиться, а ты должен полностью переродиться. И вот это вот перерождение, когда оно случается с тобой, оно же случается не только там, похудел ты, потолстел ты, потерял друзей, отвернулись родственники, близкие, знакомые. Это же всё будет происходить чаще всего, что ты даже не можешь работать на той работе, на которой у тебя было всё замечательно ещё какое-то время назад. И когда я говорю, что сказка с вашим концом, это действительно про то, что вы абсолютно всё делаете сами. Вот что бы ни случилось, что бы ни сказали, даже те моменты, когда говорят, ну вот, а ребёнок рождается вот уже вот с этим. И если мы немножечко отмотаем назад, то мы будем чётко понимать, для чего этому родителю этот ребёнок, для чего в его жизни появилось вот это заболевание. И эти все моменты, они заложены не кем-то, они заложены только нами. И если ты хочешь поменять свою жизнь, если ты хочешь её сделать другой, иной, то ты её просто будешь делать. И, ребят, я вас уверяю, если вы действительно чего-то хотите, то это будет. И неважно, чего вы хотите. Вот насколько у вас расширится ваше сознание, насколько у вас расширится ваше осознание самого себя, настолько в вашей жизни будут происходить все самые невероятные вещи, которые вы ещё вчера думали, что это сказка, что это не что-то такое заоблачное, нерешимое. Нет. Вы настолько всемогущи, и очень жаль, что очень многие этого не понимают. Именно поэтому я провожу встречи, именно поэтому я провожу ретриты, именно поэтому я даю эфиры, марафоны, чтобы человек ещё больше и больше раскрывался. Не чтобы я его раскрывала, не чтобы там мне говорили, ой, какая-то молодец, или какая-то там негодяйка. Мне можно говорить хоть что. Это не про это, это про то, чтобы вы прочувствовали, насколько вы можете быть для себя, центром. Потому что очень часто мы не чувствуем просто элементарного центра самого себя. И когда вы находите этот центр, тогда вы всё начинаете закручивать вокруг своего центра. готова поотвечать на вопросы. Интересно. Вот есть вопрос по вашему описанию. Можно не по теме, а вот действительно было ли три месяца во время беременности, без воды и без еды? Вот Виталий уточняет, правильно ли он прочитал, он не верит. Ну, я бы предложила, конечно, я всегда говорю, не надо мне верить, можете сами проверить, но Виталию, видимо, это будет тяжело, поэтому да, Виталий, это правда. Вы прочитали правильно. Первый триместр я была без еды и без жидкости, но я тогда ничего не знала об автономии. У меня есть эфир на моём канале, можете посмотреть. Благодарю. Потом спрашивает ещё у нас Суперми, какой он мой конец спрашивает. Да, я, конечно, представляю, что вы сейчас ответите уже заранее. Какой нарисуете, такой и будет конец, да? Ну, конечно. Смотрите, когда мы задаём кому-то вопросы, вот какая моя жизнь, какой мой конец, какое что-то ещё, эти же уже ответы есть в вас, и если... Возьмём самое элементарное, да, там люди, когда ходят, не знаю, там, гадалкам, колдушкам, там ещё к кому-нибудь, они же ходят уже с тем, что они знают, и каждый человек приходит туда, и ему говорят то, что у него есть. То есть вот гадалки, они чаще всего, я не буду говорить про всех, я просто знаю, видела некоторых, я знаю, я вижу, в какое они поверхностное поле заходят, это поверхностное поле, которое можно считать по эмоциональному фону человека и рассказать ему то, что у него есть на эмоциях, то, что он сейчас проживает, а что он сейчас проживает, он то и транслирует в мир, то к нему и возвращается. Если вы научитесь сами перетранслировать самого себя, то вы будете гадалкой самого себя, и это тоже своего рода очень удобненько. Владелина пишет, что вы так похорошели, я хочу присоединиться тоже, прям вот не налюбоваться, вы так светитесь, как никогда, прям настолько вот солнце. Спасибо большое. Матвей спрашивает нас, нет, он не спрашивает, он уточняет, видимо, на самом деле всё может быть совсем не так, как мы сами захотели. Может быть так. Да, это может быть так. Что такое так или не так? Это опять же из серии правил. Правила мы когда устанавливаем? Всегда у нас есть правила, либо какие-то наши установки, наши ограничения, наши рамки, они всегда существуют только лишь тогда, когда у нас есть страх. И когда мы себе устанавливаем эти рамки, ограничения правила, то мы себя чувствуем как будто в безопасности. А когда мы убираем эти рамки, то тогда нас либо поглощает страх, либо проще сначала у нас разобраться, что такое страх, потому что мы с вами уже говорили, что страха не существует. Страх — это мысль, в которую вы поверили. И вот вы сами тогда думаете, готовы вы верить в страх? Потому что если вы возьмёте здесь и сейчас, у вас никогда нет страха. То есть то, что с вами случается каждый момент вашего времени, вы не можете за это бояться. Даже если вы от кого-то убегаете, вы убегаете, проецируя какой-то момент, если вас, например, догонят, ещё что-то. Но когда вы в моменте, страха не может быть. Есть другие состояния через чувствование, но это не страх. Его можно разобрать, но, наверное, не сегодня. Ну почему же у нас? Я так понимаю, на YouTube люди приходят, и общаются там сами с собой. Они слушают эфир. Вопросов как таковых пока нету, так что можно эту тему затронуть. Какую? Ну, про страх. Разобрать его по полочкам. Чтобы не страшно было. Страх мы очень часто проецируем сами себе, потому что без страха мы практически не можем жить. То есть люди, которые... Есть определённые... Не знаю, как это назвать. Определённый пол людей, у которых действительно отсутствует состояние страха. Это 0,2%, всего лишь 0,2%, где физиологически отсутствует состояние страха. И за такими людьми очень пристально наблюдают, как минимум, родители. Потому что, то есть там у ребёнка нет страха, что он попадёт под машину, нет страха, что там он откуда-то упадёт, ещё что-то. Это физиологическая есть составляющая. Но нас с вами сейчас интересует страх, который мы себя подпитываем. И если у нас не будет страха, то у нас не будет желания. То есть страх, он подталкивает нас на определённую стадию желания. Страх — это когда мы боимся что-то недополучить всегда, что-то потерять, когда у нас что-то будет отсутствовать. И когда мы боимся что-то недополучить, когда мы боимся, что у нас что-то заберут, ещё что-то. Это как следующий показатель — желание. А что такое желание? Желание — это всегда то, чего у нас нет. Мы можем желать только то, чего нет. То, что у нас есть, мы можем этим наслаждаться, можем этим пользоваться, всё что угодно. Но мы этого уже не хотим. То есть если у меня там есть какая-то фигурка, она у меня уже есть, я её не желаю больше. Не в том смысле, что она мне не нужна, но у меня уже нет желания её, чтобы она у меня была, чтобы её приобрести. Она у меня уже есть. И то же самое с желаниями. То есть если мы что-то желаем, почему в определённом состоянии выходишь на уровень, когда у тебя нет желания? Когда у тебя нет желания, ты понимаешь, что потому что всё, что есть вокруг тебя, это есть ты, это есть твоё, это есть всё, что тебе нужно на данный момент. То есть это не из той серии, что, например, я люблю ходить пешком, но мне всё равно нужно на всякий случай, чтобы там у меня в гараже стояла роскошная машина. Нет, это не из этой серии. Это именно по твоим потребностям, насколько ты сейчас расширен, насколько тебе сейчас нужно для твоих каких-то благ, для твоих каких-то намерений, для твоего раскрытия. Если тебе что-то нужно, то у тебя это всегда есть, оно всегда появляется. И у тебя нет надобности это желать. Но если у тебя есть желание чего-либо, значит, у тебя этого нет. Значит, твой мир неизобилен. Если твой мир неизобилен, то ты боишься потерять то, что у тебя есть. Ты попадаешь в состояние страха. И когда у тебя есть состояние страха, ты начинаешь выстраивать границы, чтобы не потерять то, что ты уже там скопил, построил, как-то это себе взял. И тогда ты начинаешь выстраивать границы, рамки, правила какие-то свои. От этого они и получаются. Да, ну вот мы затронули эту тему и у нас пошли обсуждения. Народ пишет, если интересно меньше, чем страшно, не выходи со двора и слушай маму. А если интерес больше, то пофиг на маму. Ну да, так получается. Получается, что напротив страха стоит интерес? Напротив страха стоит интерес? Нет, интерес — это немножечко про другое. Интерес — это, наверное, то, что каждого человека толкает на на каждое мгновение жить. Интерес и желание — это абсолютно разные вещи. Если нами управляют желания, желание, да, что мы хотим желать, что мы желаем, желаем, чего у нас нет, то это про страх. А если мы говорим про интерес, то здесь еще может человек, пока ему интересно что-либо, он может зацепляться за эту жизнь. это в том состоянии, это в том состоянии, когда уходит, например, желание. То есть у человека могут быть и желание, и интерес. И когда у него есть и желание, и интерес, он находится на такой качеле, знаете, вот такие детские качельки туда-сюда. Вот он как раз, его жизнь, вот такие вот качели и есть. То есть он то в интересе, то в желании, то в интересе, то в желании. Когда уходит желание, когда уходит страх, когда уходят рамки и границы, то что тебя задерживает в этом мире? Что у тебя ещё есть? Какая твоя миссия? И тогда у тебя появляется вот этот вот интерес. Интерес чего-либо. Потому что если у тебя не будет ни желания, ни страха, ни интереса, то смысл твоего существования здесь полностью обнуляется. Ты не сможешь донести тот поток, на который ты есть. То есть каждый человек – это потоковое вибрационное поле. И если интерес, вот этого крючка интереса нет в этой плотности, то ты уходишь. И вот этот интерес, его ты можешь подкрепить только тем делом, который тебе приятно. А в каждом человеке есть талант. Абсолютно в каждом. И этот талант – это как раз тот вибрационный поток, который ты можешь раскрутить на благо кого-либо. И когда ты будешь отдавать через этот вибрационный поток свой талант на благо кого-либо, то у тебя будет ещё быстрее закручиваться в плотность твоё энергетическое, генетическое, волновое вот это вот свечение. Я не знаю, как его правильно назвать, чтобы было понятно, но, наверное, всё-таки плюс-минус я обозначила. Потому что человека, если вот, например, на живые встречи, которые люди приходят, или на ретриты особенно там хорошо, потому что с человеком долгое время, там у человека видно плотность, видно его свечение, видно его свет. И ты видишь его талант, его талант, но он так часто иногда сидит внутри него, и чаще всего талант закрыт страхом каким-либо. Потому как если мы говорим, вот тебе же это нравится, он говорит, ой, да у меня это не получится, да кому это надо, да таких уже миллион, да я… И начинает всяко-всяко себя уводить, навязывая самому себе, что ему это неинтересно. Поэтому интерес — это немножечко про другое. Это как я вижу, вы можете не согласиться с этим. Ну да, у нас у каждого тут, я понимаю, своё мнение. Вот Матвей настаивает, что да, у него совсем другое видение мира, вот его мира, что ничего нет и вокруг, и не я, сделано не со мной, и сделано не мной. Вы знаете, я таких разговоров слышу очень много, что я есть всё, я есть ничего, вот сделано мной, потому что не через меня и так далее и тому подобное. Это классно вот так вот пофилософствовать. Я могу поговорить вообще на любую тему, я могу и пофилософствовать. Но, ребят, вы возвращаетесь сюда и надеваете трусы, сшитые обычными людьми. Вы возвращаетесь сюда и живёте в доме, который строили обычные люди. Вы ходите по дорогам, вы ходите по асфальту, вы ездите на транспорте, вы привязаны к этой плотности, к этому материальному миру. Мы, конечно, с вами можем говорить всё, что угодно, но пока вы не пройдёте вот этот урок вашего сознания через осознание, то всё, что мы можем говорить, вот это вот бла-бла-бла, вы можете это говорить. Если вам это помогает, то это здорово. Я всё-таки больше транслирую людям, как им поймать себя вот в этом мире, в этом материальном мире, где всё есть материя. Наверное, так. Да, да, я вообще всё понимаю, слышу, чувствую. Всё сходится. Так, что это вот тут? Кто-то спрашивал тоже не по теме, а какое-то обследование вы хотели проходить. Когда будете его проходить, вы понимаете, о чём речь, да? Да, я понимаю, о чём речь. Я отвечу, что сейчас это в открытых эфирах нигде невозможно, потому как сложилась определённая ситуация в стране, но я прошла некоторые обследования, и в узких кругах люди знают определённые результаты меня. Да. Даже на марафоне, на каком-то из марафонов, я тоже там приоткрыла щелочку, маленькую щелочку, на что способен наш организм и показала один из снимков. Благодарю. Елена пишет, что всё так резонирует, что вы говорите. И я согласна с вами. У нас Тагир хочет задать голосом вопрос. Тагир, включайте микрофон. Да, приветствую, Светлана, всех участников, Ангелина, очень интересная тема. Да, очень интересная тема зашла. Я как раз с этим состоянием сейчас работаю, и в каждом моём состоянии я проживаю, и фактически понимаю, и открываются очень многие вещи, что мой мир состоит из этих микромиров, которые живут своей жизнью, скажем, своя, как говорится, у них микрофлора, кишечники в моём теле. То есть это множество миров, которые, проживая, фактически оставляют след в моём сознании и так далее. То есть фактически все потребности их существования я начинаю потреблять через еду, через вот эти вопросы и так далее. То есть у каждого этого мира есть циклы. И эти циклы, на самом деле, влияют на наше, как говорится, будничное состояние. И вот у них есть состояние восхождения и так далее. И каждый мир хочет занять своё пространство. И в этом пространстве существует сопротивление, в котором мы тоже проживаем. Мы не понимаем, что с нами происходит. И вот в этих качелях эмоциональных мы как раз проявляемся. Это на нас реагирует вот этот коллективный разум этих миров, которые, на самом деле, нам успокоить сложно. Это мысли, как говорится, и состояние, которые мы ощущаем постоянно, их присутствие. И когда мы перестаём потреблять еду, а еда – это тоже энергия, это определённые программы, которые мы тоже начинаем проживать. И бесконечность вот этого приёма пищи, оно как раз и нас, как говорится, уносит, как говорится, в те состояния, которые не дают нам понять суть происходящего, реальность этих событий. Вот и вопрос сразу такой формируется. То есть фактически мы сами себя не понимаем в связи с тем, что, потребляя что-то в этом мире, мы проживаем те программы, которые в нас попадают с едой, с информацией. Кроме еды, у нас ещё есть вечный поток информационный. То есть это тоже энергетические какие-то субстанции, которые мы тоже проживаем. И как вот эту гармонию соблюсти, Светлана, как вы считаете? То есть это перестать всё это потреблять, уйти в состояние молчания, неедения и так далее. То есть это как раз вот этот путь, который вы прожили, ваш опыт. Спасибо большое. Ну, у вас всегда есть выбор. Вы можете же, конечно, вы можете убрать еду из своей жизни, если вы готовы на это. Я же сегодня сказала, что малое количество людей не готовы на это. Психологически больше всего не готовы. А что касаемо других каких-то моментов, про которые ты говорила, иди в осознание, тогда тебя не будет болтать. Тебя же болтают, потому что ты не понимаешь, что происходит с тобой в тебе. Мы очень много можем говорить о микрофлоре. Мы можем… Ко мне приходят люди, которые, например, у каких-то мастеров проходили чистки месяцами. И у меня была девочка, которая была уже практически при смерти. Она с определённым человеком, на большую публику известным, известнее, чем я в 10 раз. Я там вообще никто. Она с ней чистилась два года. Дочистилась до такой степени, что она не могла встать с кровати. Поэтому перекос идёт ведь не от того, что есть какая-то микрофлора, что есть какие-то там продукты, что есть какой-то социум. Перекос идёт от того, что у вас нет осознания, осознания того, что с вами происходит, для чего это вам, почему вы выбрали этот путь. Нет, сейчас пока не надо. Тише, я уже скоро закончу. Подожди. Проси. Это же просто от того, что ты не понимаешь, что с тобой происходит. Ты не даёшь себе возможности заглянуть в себя. Что человека может вывести из себя? Абсолютно ничего. Абсолютно ничего, когда у него нет хорошо и плохо. Когда у него есть просто факт. Просто факт того, что есть в этом мире, что он есть в этом мире. И он не просто так в этом мире, а он частичка этого мира. И когда ты понимаешь, что ты частичка этого мира, то как что-то может плохое происходить? То есть если у меня, например, например, рука — это частичка меня, я не могу с утра встать и сказать, ну что-то мне как-то вот она, что-то вот сегодня не то, как-то она мне не в настроении, рука не в настроении, что-то там пошло не так. Это частичка тебя. Заглядывай в себя, и никакие бактерии, никакие не будут тобой управлять. То, что есть в нашей еде, что там намешано, для чего это, какой вибрационный посыл идёт из этого. Я тоже это проговаривала. И это есть, это факт, но готовы ли вы будете переступить через эту границу, чтобы заглянуть в себя, это уже про другое. Я думаю, что я, наверное, ответила на твой вопрос. Да, благодарю и принимаю. На самом деле это всё так и есть. Поэтому, погружаясь в самого себя, мы меняем внутренний мир, меняем, как говорится, переворот сознания осуществляется. И за счёт этого мы получаем те состояния, в которых мы на самом деле можем реализоваться и осознаться. Спасибо. Благодарю и принимаю, Светлана. Благодарю. Благодарю, Тагир, за вопрос. Вот ещё у нас пишет Владлена. Психологически сложнее от еды отказаться, чем физически. Чётко это прочувствовала. Вот у меня такой вопрос. Пока вы встали твёрдо на этот путь уже автономии, то есть много раз ли вы срывались? И вот что подвинуло самое, может быть, из вашей истории, такое вот чётко, что вы осознали, всё, я не буду больше срываться, я вот, это мой путь, вот это осознание. Как оно пришло? Ну, во-первых, у меня не было срывов. Я просто выходила на еду. Это не страшно, ребят. Когда вы идёте в осознание, когда у вас уже, я уже говорила, что если вы научились кататься на велосипеде, вы через 10 лет можете сесть и поехать. Да, не так хорошо, как тот человек, который катался всё время. Вы можете выйти как на еду, так и на нееду в любое время, когда вам захочется. У вас никуда, у вас не исчезает и не рассасывается ЖКТ. Он просто уменьшается. Уменьшается, ну вот, уменьшается, потому что он за ненадобностью, там практически, там происходят какие-то процессы минимальные, то есть он никогда не останавливается, потому что всегда есть слюна, которая, всегда есть желудочный сок, он не такой уже. Там, да, если будете брать анализы, то вы поймёте, про что я говорю. Но это же не про, не про срывы, это про то, что ты бываешь в одном состоянии, на неедении, да, и бываешь в другом состоянии, на неедении, и ты смотришь, а где тебе комфортнее? Ведь не всегда на неедении комфортнее, потому что ты, когда на неедении, ты остаёшься один, ты остаёшься абсолютно один. Вокруг тебя практически не остаётся людей, и даже кто остаётся, то перед тем, как человек начинает разговаривать, ты уже понимаешь, о чём он скажет, тебе становится неинтересно, и тебе этот опыт тоже нужно перепрожить. Ты начинаешь быть затворником, потому что всё, что бы ни сказали, тебе неинтересно. Есть становится тоже неинтересно. Опускаться на… Не опускаться даже, это неправильное слово, а входить в своё предыдущее состояние, когда ты начинаешь есть. Ты понимаешь, ты уже видел это всё, ты это всё уже видел, это как просмотренный фильм, и тебя как будто бы сажают в тот же самый кинотеатр, на то же самое кресло, с тем же самым фильмом, который ты смотрел уже 10 раз, ты знаешь каждую фразу, и тебе уже и туда неинтересно. И вот эти вот… Там тоже начинаются своеобразные качели, там тоже начинается то, что… И здесь ты понимаешь, что тебе не с кем пообщаться, а пообщаться ты не хочешь, ты не хочешь кого-то найти, с кем поговорить, потому что это… Ты понимаешь, что самый лучший собеседник для себя – это ты. Но в то же время ты понимаешь, что тебе даже никуда не хочется выходить, там, я не знаю, из своего какого-то пространства. И некоторые… Например, я… начинала есть, чтобы посмотреть, а может быть, мне здесь будет все-таки комфортнее, а может, мне здесь будет все-таки интереснее. Но когда ты начинаешь есть, ты уже не возвращаешься туда. То есть ты запускаешь свой ЖКТ, но возврата уже туда нет. Ты все равно продолжаешь видеть то, что происходит с людьми. И когда ты им говоришь, вот это… Они говорят, нет, нет, это не может быть такого. И через какое-то время до них вот это вот состояние, оно… Состояние какие-то… Какой-то их опыт, их результат, их действие, оно все равно достигает их. И они потом начинают говорить, ой, вот это так, это действительно так. И когда ты понимаешь, что состояние – это уже никуда не уходит, то ты просто делаешь выбор, продолжать тебе есть или идти дальше в следующей трансформации своего тела. Вот и все. Но это состояние ты уже не потеряешь. Здорово. Хороший ответ. Вот у меня еще такой последний вопрос по теме «Сказка с вашим концом». Какой вот ваш конец и почему вот конец? Вроде как у нас тут концов не должно быть, да? Мы же тут собрались. Да, смотрите, мы же… Да, все же… Я понимаю, что у вас на канале все просветленные, пробужденные, и это очень здорово. Но я уже как раз и говорила про это, что очень часто и мне задают вопросы, да, куда мы идем, а что нет желания, а что у вас нет вот таких каких-то там… что вы должны сделать. Вот. Я уже объясняла, что у меня не желание, у меня остается приоритетность. Вот. И как раз вот этот вот конец, когда люди… когда люди понимают, что у них есть желание, значит, у них есть конец. и если вы это прочувствуете, может быть, вы не прочувствуете, может быть, вам не зайдет вообще, что я говорю. Но если вы это прочувствуете, то вы поймёте, о чём я говорю и почему конец. И тогда вы поймёте, что… А где вам нужно проработать? А почему у меня есть желание? А почему я не получаю от своего изобильного мира всё, что мне дано? Почему я не могу это взять? Где у меня есть барьер, что я этого недостоин? Где у меня есть барьер, что это кому-то другому нужнее, чем мне? Почему я думаю, что на меня не хватит? И вот эти все моменты же, можно их прокатать. Понятно. Значит, конец — это начало на самом деле, да? Начало всего, что не нужно ни о чём париться, как говорится, да? Ни о чём думать. Всё отпадает, и никакие страхи уже не приходят, и всё, что ты делаешь, это то, что ты хочешь. Да, это глубоко. Про конец. Теперь понятно. Всё, тема раскрыта. Меня раскрыт по полности. Всегда у вас темы настолько вот в тему, на злободнина. В воздухе только это начинает витать, сразу выходит Светлана и с темой нужной, по запросу. Всё прям супер. Каждый раз удивляюсь, каждый раз убеждаюсь, что так оно и есть. что я могу сказать на эфире, как бы это всё равно ваши проработки. я просто говорю, а вы принимаете это, либо не принимаете. Но когда на живых встречах, там они происходят немножечко по-другому. То есть там же сидит живой человек, и он, например, задаёт какой-то вопрос, и он уже из этого состояния, он выходит автоматически. То есть на живой встрече можно зацепить человека, и это очень клёво, очень классно, когда смотришь, когда люди на живых встречах, они просто начинают раскрываться по-другому. Я уже не говорю о ретритах. И, конечно же, воспользуюсь такой возможностью, ребята, кто живёт в Сочи, либо кто может приехать. У нас 12 июня в городе Сочи будет живая встреча, она будет абсолютно бесплатной, безоплатной. У кого есть желание, приходите, и я всех буду очень-очень рада видеть. Да, ребята, кто слышит, кто в Сочи, ловите момент, потому что в эфирах просто приходится очень много чего додумывать, а там уже сразу можно говорить про всё. И будет намного проще, конечно. Я представляю, как здорово это в живом общении. Почувствовать энергетику также людей — это совсем быстрый контакт, видимо, случается, и происходит магия. Так, ну что, давайте тогда последний вопрос. Вот Олег пишет про сухие дни. Это дополнительно хорошая техника, благодаря которой ты отключаешься при нижних цветах радуги, и автоматом всплывает верхняя зелёную, любовь голубую, процессор, синие творчество и фиолетовую. Так, связь со сферой. Нет. Не знаю, наверное, что... Ну, это, видимо, не вопрос был, да? Видимо, констатация факта от Олега. Его факта. Да, видимо, да. Так он дальше пишет. Да, он разговаривает с нами. Так, ну, Ясный Сокол, мы ему дадим. Ясный Сокол, вы, пожалуйста, вопрос сформулируйте, и тогда мы будем уже отпускать нашу Светлану. Чёткий вопрос, пожалуйста, вот минуту вам на вопрос, и Светлана вам ответит. Благодарю. Включайте микрофон, Ясный Сокол. Микрофон. Мы вас не срабатываем. Включите микрофон. Вы мне его не включаете. А ещё минуту ограничили. Очень интересно вообще сознание ограничить минуту. Я не знаю как. Мне это не удаётся. Как получится. Вовход там. Сразу с вопроса. Здравия, Ангелина. Светлана. Доброго здравия. Очень меня радостно слышат. Я сам сказочник. 41 год. Занимаюсь сказками, чудесами. Для меня чудеса обычные вещи. Это мне позволяет сегодня находиться 69-й день подряд без сна, сутки, месяц практически без воды, без еды. Ну и остальные тут немножко физика чуть-чуть стала оставать. Значит, сухие дни чередую с малоедением. Но без сна не прекращаю. Иду по буквице, по всей светлой грамоте, по нашим этим самым. И то, что как на ты, на вы лучше. Как обращаться? Можно на ты. Ага. И то, что ты говоришь, мне настолько это близко и понятно, что если мы действительно верим в сказку, а сказка всегда чудо. А чудо это то, что не требует никаких доказательств. Никакие доказательства чудо не объясняют. И чудо лучше всего получается у детей. У нас, когда никакими знаниями еще не отягощен, и страха нет никакого. Нет никаких вариантов, что это может не получиться вообще. Нет никаких вариантов, что это может получиться не так, как нужно. Душа помнит прошлое воплощение, родник открыт, полностью поток, все светятся. Ребенок помнит, что он рожден как маленький бог или богиня, и не важно там ангел при этом, чего-то. Ну вот, все вот эти вещи воспринимаются на мура. поэтому показал ему образ, дал пару слов, во что будем играть и проживать, и все, я вот себя вспоминаю, и я уже, как говорится, в боге, в Перуне, я с этим мечом перуношусь по двору, мне есть не хочется, пить не хочется, спать не хочется, мир остановился, домой меня не загнать, мало того, что мне еще батя дал картинки таких же богов и богинь разных красивых, я собрал ватагу, и все, и мы уже все боги, все богини, все, у нас уже война миров, мы защищаем галактики. И действительно, ребенку нельзя объяснить, что это иллюзия, это у взрослого иллюзия, а у ребенка именно в этот момент в нем присутствуют настоящие боги, и он это чувствует, он помнит свои прошлые воплощения, потому что еще родник не закрыт, и вот это состояние нашей, когда мы первую любовь проживаем, приблизительно 21 год, когда юноша, девушка, ну плюс-минус понятно, то же самое весь мир остановился, полная автономия, причем не надо думать, что пища становится ядом, будете сознание допускать, оно так и будет, а если мы понимаем, что все вокруг божественно прекрасно, и сказка такая же будет, особенно сейчас. Да, вопросов нет никаких, а вот такой вот вопрос, как ты думаешь, вот подтверждение того, что сейчас программа третьей мерности полностью свернута, четвертая мерность полностью открыта, то есть все растения, животные находятся в четвертой, пятой мерности, вот, большинство уже животных перешли в четвертую мерность, сама наша планета Земля как звезда находится также в четвертой мерности, то есть ей возраст ну почти 12 лет, как девочка, но ученые фиксируют, особенно последние 12 лет, и никто не может опровергнуть, что там были планетарные характеристики скорости, давления, температуры, вибрации, светимость, любые, теперь на миллионы, миллиарды порядков вдруг как сверхновая звезда 39-е царство, 30-е государство, оттуда откуда мы пришли, значит получается что что вот то, чего мы так ждали, оно происходит прямо сейчас, и самое главное они говорят, что мало того, ну вы там подниметесь, а сейчас у вас появилась возможность, а еще неделю назад этого не было. Ясно, Сокол, извиняюсь, что перебиваю, мы от вопроса ушли, да, вы начали про мерность, это вопрос, это именно вопрос, можно я сразу же отвечу, тонкого плана подтверждения, да, Светлана, я сразу же отвечу, чтобы не затягивать, во-первых, если ты это действительно видишь, то тебе не нужно никакие подтверждения, это первый момент, второй момент, если ты это просто говоришь, чтобы поговорить, то смысла-то в этом видимо... Волф и Жрец с 2000 года вхожу в официальный круг, мало того, я не первым воплощении являюсь хранителем духовного небесного божественного сектора казачьего спаса, это высший сектор, вот, если о чем-то это говорит, моя мерность с около Ясного 13-14, 15-16, это минимальная мерность, мерность неограничена, то есть если надо, это будет и миллионная, и миллиардная, то есть я вечен, неуничтожим, бесконечен, поэтому играюсь. Сегодня я играю со сном, до этого у меня было больше, чем полгода на сухих, потом больше 50 дней на воде, чем больше, ну, состояние транса, измененного сознания, то есть полудрема, полуэто, но никогда не проваливаюсь. У нас режим был включен тогда, вот, три с половиной года назад, и Анастасия Зелевиш, наверное, знаешь, такое, родоначальница всего этого, она говорила, как, будьте, как солнце, можете себя проявить, будьте, как солнце, берите 24 часа эфира, если можете, и вот у меня было такое право предоставлено, у меня было от 4 часов до 24 часов ежедневно, никакой теории, я никогда будет какой-то вопрос, или мы можем заканчивать? Не даю, нет, я просто хотел сказать, есть ли какое-то подтверждение тонких планов, а ты их очень хорошо чувствуешь, потому что я чувствую твое свечение, наверное, и ты мои вибрации тоже чувствуешь, что я не говорю тут бред сивой кобылы, вот, потому что на минуточку 70-й день без сна подряд в среднем приравнивается как почти 15 дней без воды и без еды, вот умножьте, получите. Ясный сокол, можно тогда, Светлана, ответить на вопрос, что чувствует ли она? Да, и вот самая главная способность спасти родных. О чем это говорит? До 21 года и с 60 лет мы уже не спрашиваем. То есть это как бы можно просто накрывать обережным куполом семья. Ясный сокол, можно я вас перебью снова? Эфир Светлана ведет, и у нас у вас еще будет такая возможность рассказать и провести эфир тоже самому. Светлана спешит, и ей нужно ответить тогда на ваш вопрос, и мы пригласим участников Ютуба, они перейдут сюда в Зум, и после того, как закончится эфир, мы можем продолжить разговор. Окей? Благодарю. Я просто скажу на последнюю фразу отвечу на счет того, что нужно спасти кого-то. Как только вы начинаете быть спасателем, это опять же проявление вашей важности. Отпустите все, и будет вам проще. Можно я тут отвечу на вопросы, которые на... идет еще трансляция на моем канале. И тут ребята задали вопрос. Что тебя заставило остаться жить здесь дальше? Ребята, у меня был эфир, и я как раз там рассказывала, что меня заставило жить здесь дальше. Я там подробно рассказала. Света, а можно жить без этих общепринятых рамок и жить по своим правилам? Правило на правило менять одно и то же получится. Можно жить без рамок, но без рамок абсолютно, в абсолюте. Так, дальше. Максим Космос, я ответила про обследование. Есть еще вопрос, где встреча будет в Сочи. У нас Михаил интересуется, видимо, он хочет подсоединиться. Вы тогда, может быть, скажете в эфире? Будет на Новогинской, это Атриум. Новогинская 7, друг 3. И можете написать, здесь все контакты всегда есть под видео, можете написать в Телеграм, и я прям дам конкретный адрес. Вот, это будет с 5 до 8 вечера 12 июня. Присоединяйтесь. Встреча будет абсолютно безоплатная. Это будет единственная встреча в таком формате. Как сохранить массу тела на автономии? Ну, во-первых, ребят, когда вы только переходите, ее никак не сохранить. Вам нужно как-то сбросить свои старые программы. Я об этом уже говорила. у меня здесь вроде все вопросы закончились. Если есть какие-то вопросы, то я отвечу и побежала. Нет, у нас сплошные обсуждения. Про встречи были вопросы. Да, отпускаем вас. Я благодарю вас. Обнимаю всех и во благо. Спасибо. Спасибо.